В рабочем режиме. Темпы ремонта дорог и подъезда в Щёлковском районе обсуждались на совещании с главами поселений. К 17 июля ликвидированы неровности на 24 дорогах. 23 находятся в ремонте. Ещё 36, в том числе в Афрянове и Загорянском, будут отремонтированы до конца сезона. Сроки выполнения не выходят за рамки утверждённого графика. Соблюдается графика по ремонту дорог, ликвидация ямы, выборы, строительство обновления тротуара, идёт плановый и последовательный. Практически совершена работа по ремонту улиц Заречная. Прошу дорожников удалить удерживать график. У нас большой объём по улицам Комарова, Сиреневой. Нужно всё сделать качественно и срочно. На третье выполнена программа ремонта подъезда в Щёлкове и Щёлковском районе. Из более чем 700 подъездов, включённых в план ремонта, управляющими компаниями ЖКХ приведены в порядок более 30% мест общего пользования. Это вообще уникальная, эксклюзивная программа, которая реализуется именно в Московской области. Именно по нашему району это 778 подъездов. Мы их уже сделаем. Мы сделали за два квартала 263 подъезда. Это 33,8%. Управляющие компании сами это делают. И только после того они делают за счёт собственных средств. И после того, как только будут выполнены работы, половину им субсидирует правительство Московской области. Алексей Валов обсудил с главами выполнение дорожных карт по строительству школы в Солнечном и пристройки к школе в Медвежьих озёрах, регбийного стадиона в Монине, площадки ГТО на улице Центральной в Щёлкове, а также проведение плановых закупок по реконструкции канализационной насосной станции «Соколовская» водозаворного узла номер 3 на Дальнем Воронке. Тем не менее, надо вникать во всю самому и к тех исполнителей, которые непосредственно работают в документах и держат на контроле. Щёлковские врачи, сотрудники правоохранительных органов, пожарные, волонтёры внесли свой вклад в организацию Чемпионата мира по футболу. Особо отличившихся представителей муниципалитета администрация района решила поощрить. Я искренне благодарю каждого, кто неустанно работал в период чемпионата. Прошу рассмотреть возможность поощрения особо отличившихся представителей муниципалитета и особенно правоохранительных органов. По многим вопросам Щёлковский район отмечен за этот период достаточно на высоком уровне в хорошую сторону.